Как делишь, ребятишки, с вами Сова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафте, сегодня, ребята, вместе с вами мы возвращаемся в рубрику с покемонами, а именно, ребята, это наш уже седьмой сезон, да, и, ребята, на предыдущей серии мы с вами набрались 7 тысяч лайков, поэтому я, если честно, так посидел и подумал, то, что 10 тысяч лайков, которые я просил, это действительно очень много, поэтому, ребята, у меня сейчас почему-то появилось большое желание снимать для вас пиксельмон, поэтому, ребята, если вы хотите видеть завтра новую серию пиксельмон, ребята, не забудьте поставить лайк, наберём 7 тысяч лайков на вот эту серию, и я завтра же выпущу новую серию, хотите вы этого? Нет, ребята, всё зависит только от вас, но я могу выпускать для вас пиксельмон каждый день, да, также, ребята, подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, делитесь этим видео со своими друзьями, чем быстрее я надаю на лайки, тем быстрее будет новая серия, и, конечно же, ребята, пишите ваше мнение в комментариях, задавайте какие-то вопросы, вообще, пишите вам, что, ребята, только придёт в голову, какой ваш любимый покемон и так далее, на самые интересные комментарии я буду отвечать, а сейчас, ребята, мы будем приступать к самой серии, и кто не помнит, что у нас уже творится на протяжении двух или трёх серий. На нас напал Геннадий, вызвал нас на бой, давайте мы, кстати, к нему сейчас быстренько телепортнёмся, где он находится у нас? Ухууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Так, 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 если он счастье словится, я перебью всю твою семью нафиг, всех твоих детей, я тебе обещаю, и больше ни единственный Сайтер не появится в этом мире, потому что я просто истреблю вас всех, пожалуйста, пожалуйста, это, кстати, Сайтер девушка, как я понял, давайте мы его немного побьем, покоцаем, чтобы у него было хотя бы вот желтенькое здоровье, можно, в принципе, даже немного спуститься до красненького, пожалуйста, еще один ударчик, нет, уже нельзя, уже нельзя, а вот другими покемонами я его даже не буду начинать бить, потому что, мне кажется, любым ударом, который я использую, я его 100% убью, поэтому нам нужно что-то придумать, чтобы его словить, он вот сейчас будет очень выкобыливаться, потому что он 40 уровень, и очень сложно его будет словить, Сайтер, Сайтер конченый, пожалуйста, ребята, вот держите, что-то, что-то он, что-то он не хочет залазить в покебол, точнее в ультрабол, ребята, держите кулаки, потому что эту заразу я уже ищу где-то 10 серий, и сейчас как идеально совпало то, что я тэпэхнулся, а он передо мной заспавился, я, если честно, вообще офигел, пожалуйста, А я уже думал, что он залазит, пожалуйста, вы уже используете, вы видите, сколько я трачу ультраболов для того, чтобы словить одного конченого покемона, мне походу скоро нужно будет стак ультраболов, чтобы словить конченого Сайтера, но хоть он, в принципе, очень большой уровень такой заспавился, 40 уровень, это офигеть какой большой, для такого покемона, как Сайтера, ух, Тортера, Все надежды на тебя, Тортера, все надежды на тебя, пожалуйста, не подведи меня Рискованная Тортера, смотрите, сколько жизни она ему оставила, пожалуйста, 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 ну шо он такой, ну шо ты выкобыливаешься, а? Сайтер, пожалуйста, ребята, я не знаю, что мне с ним делать, не знаю, Давайте мы его все дружно попросим Мать твою, Сайтер, зеленая ты жопа, жук, жучара ты, а? Ну залезь, ну залезай, пожалуйста, выльтрабольчик, ну я тебя очень хочу словить У нас есть 4 покемона, я уже очень давно планирую то, что Сайтер станет нашим пятым покемоном Да, 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 да Вот Геннадий, который ждет нас уже третью серию. Мы готовимся, Геннадий. Мы готовимся, Геннадий. Бой 2 на 2. Я ему... Не бей меня дубиной. И победитель забирает все. То есть нам на кон нужно будет что-то поставить, ребята. И вот сейчас мы докачаем уже нашему самуроту еще где-то 3 уровня. И в следующей серии, ребята, нас ждет поединок. В следующей серии мы уже наконец-то сразимся с этим Геннадием. И вернем себе, не знаю, честь. Потому что он все же нам по голове-то надавал своей битой. Поэтому, ребята, в следующий раз мы ему надаем по голове битой. Кстати, кто у нас тут заспанился? Арбок. Ну, Арбока можно убить, потому что он, в принципе, всегда большой уровень. Какой? Вот, 43-й, как я и сказал. А нам осталось еще 3 уровня нашему самуроту. Конечно, чем больше мы его прокачаем, тем лучше. Потому что тем он сильнее будет. Но все же, ребята, мне кажется, никто не будет хотеть, чтобы я сейчас еще где-то 5 серий бегал и прокачивал наших покемонов. Мне кажется, вот сейчас еще пару уровней самуроту. И можно идти сражаться с Геннадием. Так, тут никого. Куда бы нам пойти? Где отлично можно прокачаться самуроту? Водный покемон. Мне кажется, водному покемону отлично будет прокачиваться в глиняном биоме. Ребята, кто не знал? Потому что в глиняном биоме... А где у нас? Вот, глиняный биом. В глиняном биоме у нас очень много спавнится огненных покемонов. И также очень много каменных покемонов. Да. А в принципе, водный покемон хорош и против одних, и против других. Поэтому отправляемся на охоту. На охоту. Тут у нас на карте... А, ну да. Мэджикарп. Мэджикарп. Да. Десятые уровни... Мда. Мда. Я, пожалуй, откажусь от десятых уровней. Поэтому на помощь у нас выходит Шаризар, с помощью которого мы полетим куда-то. Ну, Бравьярия. Это такое себе. Это такое себе. Куда бы нам полететь, ребята? А, кстати, вы не забывайте то, что в любой момент на той местности, где мы еще не были, мы можем найти Алтарь Молтреса. Это еще один легендарный покемон, который спавнится через Орб. А Орб нам офигеть как нужен, ребята. Как только мы найдем Орб, мы его превратим в электрический Орб с помощью камней, которые нам, в принципе, также нужно будет найти. Но все же мы превратим, и потом, ребята, сразу же заспавним нашего первого легендарного покемона в этом сезоне. Ну, фигуло то, что не знаю, смогу ли я его словить. Кстати, мы тут были? Нет, мы тут не были. А потому что у нас нету Мастер Бола, а словить легендарного покемона с помощью обычного Бола очень сложно. Так, вот, с этого может выпадать что-то нормальное. Девять зелий, не зелия, а точнее бутылочек опыта счастья. Ребят, 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 вы готовы? Давайте. Кролики, идите в жопу. Печеньки, о, Диглин, ну, тебя, в принципе, можно зафигачить. Вот так, и еще раз, вот так. Печеньки, пускай будут, почему нет? Лишние печеньки всегда пригодятся. Один из печенек, потом захаваем. Так, ух ты ж нихрена себе. Прям, знаешь, я как принц, это мой белый конь на белом коне. В золотой, золотой бронике. Нормально, давайте дальше. Книжечки и наковальня. Мне кажется, ничего там полезного не будет. Кстати, дождь, ребята, пошел. Опять белый конь. Я принц, конечно, не такой. О, печенюшки, печенюшки, печенюшки. Зато себе хавчика хотя бы немного насобираем. Так, фул, железный сет и, да, и железный меч. Спасибо, но не нужно. Еще один. И что там еще было? И больше ничего. Так, пошли, пошли. Пошли несчастливые лаки зелья. Он уже за мной бежит. Он уже за мной бежит. Так, через арт, на помощь, на помощь взлетели. Так, ребят, мне кажется, что нужно выключить дождь. Потому что, если честно, нифига тут не смогу увидеть, кто тот, что застоился. Если мы будем летать во время дождя. Так, да, мы тут были. Мы просто круг сделали. Дайте нам, пожалуйста, каких-то крутых покемонов. Каких-то больших уровней, чтобы прокачать нашего самуротишку. Пожалуйста. Или, или алтарь. Да, или, или алтарь. Будет так же круто. Вот, вот, ребята. Этот покемон, Белдум. Его следующая эволюция, это Метагрос. Нет, или это последняя эволюция Метагрос. Это, короче, можно сказать, мини-легенда. На этого покемона вам уйдет столько же обычных покеболов, сколько же на легенду. То есть его очень, очень, очень сложно словить обычными покеболами. Он 13 уровень, но никогда не словится обычными покемонами. Может, вам нужно будет потратить пару стаков там. Поэтому, ребята, я даже не буду пытаться его сейчас убивать. Я просто-напросто потрачу все свои покеболы. Он действительно ловится очень плохо. Очень плохо. И на него, в принципе, я всегда на него тратил мастербол. Я всегда на него тратил мастербол. Потому что только с помощью мастербола мы сможем его словить. Вот, кстати. Вот, этот большой уровень. 30 уровень. Булдор. И с него есть шанс, что выпадет алмаз. То есть с этого покемона есть шанс, что выпадет алмаз. Но в этой серии... Уууу! Сапфир выпал. Видите, не алмаз выпал, а сапфир. Я не знаю, лучше это или нет. Но там, кстати, еще один есть. В новых версиях покемона, вот с этих... Вот с этих ресурсов можно крафтить себе одежду. То есть одежда команды R. Одежда всяких других команд. Там, магма, агуа и вот это все. В принципе, можно потом будет, ребята, что-то даже подумать и посмотреть. Вот. Сейчас нифига не выпало. Но пофиг. Нет, я думал, что у нас сам урод поднялся уровнем. Но нет. Опять нет. Ты какой? О, 43. Замечательно. И еще. Еще ударчик. Вот. 48. Зашибись, ребята. Зашибись. То есть нам ему осталось еще прокачать два уровня. Как видите, уровни туго так качаются. Потому что... О! О, смотри, что у нас там есть. Покебул. Покебул. Уровни, конечно, ребята, туго качаются. Потому что это уже большой уровень. 48 уровень. Там нужно офигеть, как много опыта, чтобы прокачать, эволюционировать. Так. А, вот. Я думал, я уже просрал Покебул. Нет, вот он. Вот он. Так. Буллет Сид. Спасибо большое. Но мне кажется, мне это не пригодится. Хотя... Хотя потом посмотрим, ребята. Потом посмотрим. Так. Давайте мы опять сядем на Черезарда. Мне кажется, лучше, если мы полетим домой и выспимся. Потому что ночью... Ночью что-то искать, это очень плохо. Я нифига просто-напросто не смогу тут увидеть. И, в принципе, ночью нет каких-то там супер-покемонов, которые могут заспавиться. Поэтому мы просто бесполезно сейчас будем летать. О! Ну, хотя, видите? Хотя, видите? Прямо зрение орла какого-то. Я все же что-то заметил. И вот еще один. И вот еще один. А ну, садись. Вот так. О! Ревайв. Ревайв нам пригодится, ребята. Кто не знает, ревайв это воскрешение покемона. То есть, если кто-то убил твоего покемона, то с помощью ревайва вы сможете, ребята, его воскресить. И это отлично нам пригодится в поединке с Геннадием. То есть, если он убедно убьет нашего покемона, то мы сможем его просто-просто, ребята, воскресить. И смотрите, что я нашел, ребята. Смотрите, что я нашел. Мне как-то нужно сюда забраться. Тут у нас есть спрятанный покебол в этом дереве. Пожалуйста, как бы нам в него залезть. Так. 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 И вот так. Вот смотрите. Санни Дэй. Ну, еще одна темка. Много темок нам выпадает. Бесполезных, если честно. Потому что темки сами по себе не очень вам пригодятся, если прям не какая-то супер-пупер темка вам выпадет. Но все же, ребята. Так, кстати, это нас кто? Джо Дуд. Я не хочу Джо Дуда, я хочу найти Гулета, да, если он правильно называется. Такой зелененький механический робот, который летает. Это офигенный покемон. Вот! Вот кого я хочу! Все, ребята, все. Все. У нас здесь уже панна последнего покемона, ребята. Согласны ли вы, чтобы своим последним покемоном в эту команду я взял Гулета? Если я хорошенько помню его имя. Вроде Гулет. А его последняя эволюция не помню. Го-го-го-го-голарк. Да, его последняя эволюция. То есть это такой зелененький робот. Да, вроде зелененький робот, у которого с ног выходит как бы огонь. То есть он летает. На нем еще, кстати, летать можно. Мне кажется, это отличный покемон. Поэтому, ребята, давайте мы его сейчас будем искать. Ну, в этой серии мы вряд ли уже что-то сможем найти. Поэтому, мне кажется, вернемся сюда в следующую серию. Вот мы еще можем туда полететь. Там есть еще территорию, которую мы не разведали. Но, да ладно. Нет, ребят, больше нифига нету. Гуларк, тренер. О, о. Ну, вот видите, вот таких покемончиков можно убивать. Булдор. 25 уровень. С них, конечно, мало опыта вообще дается. Но зато смотрите, что она может выпасть. Нам выпал Аметист и один Сапфир. То есть нам выпал и Аметист, и Сапфир. Это круто. Это круто, ребята. Потому что мы сейчас... О, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он, вот он, вот он, вот он. Вот кого я хотел. Вот кого я хотел. Гулетушка. Любименький. Любименький мой Гулетушка. Ты 26 уровень. Ударь его. Ну, шандарахни ты его. Никак я его не шандарахну, потому что он как будто тьма, да, то ли призрак. Поэтому будет сложновато его чем-то ударить. Но это вот этот покемон, о котором я вам, ребята, только что говорил. Пожалуйста. Да. Опа-на. А у нас уже полностью готовая команда. И все это мы сделали за одну серию, ребята. За одну серию. Мы нашли Сайтера, мы нашли Гулета за 14 минут. Офигеть. Ладно, ребята, мне кажется, для этого уже можно заканчивать. Я уже хочу вернуться быстрее в мир покемонов. Поэтому, ребята, давайте мы с вами наберем 7 тысяч лайков. И сразу я возвращаюсь и записываю новую серию. Новая серия выходит завтра. Если вы, ребята, конечно, этого хотите. Завейте своих друзей, чтобы они также ставили лайки. Чем быстрее наберем 7 тысяч лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. И пишите в комментарии что-то интересное. На самый интересный комментарий я буду отвечать. Ребята, еще раз всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока.